ее называют одной из самых загадочных если не самой загадочной современной российской актрисы у меня есть собственная версия почему так сложилось но возможно ксения кутепова расскажет нам сама приветствую здравствуйте прошу ксения для вас новость что вас называют одной из самых загадочных актрис я бы сказала что да да я пап после эфира покажу вам тогда ссылки на публикации где и вас и что несправедливо называть вас самый загадочный после как минимум вас в тандеме надо с вашей сестрой близнецом называть потому что в общем то и полину называют и полину называют ее тоже представляют но вот поэтому мне кажется что здесь надо прояснить в чем элемент загадочный я думаю что вы и полина и вы даже в большей степени избегаете общения с журналистами мне так показалось сейчас здесь огромное спасибо я счастлив а тем не менее вот есть такое ну может быть немного до 16 апреля вышел фильм территория это тоже эфир уже пошел дамы в эфире там идут часы отсчет когда там будет 4 0 эфир закончится вы играете фирме территория как раз собственно журналиста да что вы делали для того чтобы вжиться в эту роль вы знаете ничего не делала потому что на самом деле там мне кажется что главное главное что я там играют взаимоотношения мужчины и женщины там все таки от про то есть там профессиональный аспект никак мне кажется проработан вы считаете нет а это разве не важно для погружения в роль вот знать еще и о ремесле если это важно в истории в сценарии то наверное стоит этим я однажды снималась в одном сериале который называл себя свидетелей где я играла все знают это прекрасный сша аналитикой надо сказать я серьезно погрузилась вы погрузились да мы серьезно погружаемся только в тему кошек у нас есть такая традиция мы пристраиваем приютских кошек в данном случае котят нашим зрителям это кошечка элис кошечка элис вот если вам придет в голову как-нибудь ее по-другому обозвать мы это поощряем когда у нас гости как как замок или с элис элис не знаю почему у вас есть домашнее животное да кто рыбки птички не серьезно что эти что-то четвероногая вас 2 2 2 ребенка таких как с таком возрасте смотреть если если кому-то из них и меня вот после сегодняшней эфира понравится животное мы его и вам отдадим у нас попуга и вряд ли это возможно думаете и крупный попугай мишка с такой животный может сам заклевать или вас такие маленькие возвращаемся к упомянутым вами проект я знает совершенно чудесный проект он в оригинале этот сериал был израильский но вы делали такую американскую адаптированную версию мне кажется очень неудачно был выбран слот этого ночью шло а на самом деле это очень для домохозяек потому что там нет я не соглашусь нет это вернее в результате мы это все пытались сделать для домохозяек но мне кажется это невозможно а вы верите психоанализ ну как мне это интересно да да вы что-то новое для себя ну я имею ввиду для личной профессиональной жизни почерпнули из работы да да мне кажется вообще психоанализ и работа психотерапевта как-то близко смыкается с актерской профессии а вот вы знаете психоаналитики недавно читал книжку такую я сейчас приведу пример из из кино вы знаете фильм телохранитель с уитни хьюстона и там по сюжету фильма менее удачливая в профессиональном отношении сестра она заказывает главную героиню смысле заказывает чтоб ее убили психоаналитики считают что у сестер на самом деле антагонизм гораздо больше чем это осознается самими женщинами потому что это вытесняется что это в общем то такие табуированные мотивы у вас когда-нибудь ревность была к старшей сестре злате или к близнецу полине вы знаете я думаю конечно было но сейчас объясню старшая сестра злата старше на три года и все-таки мы жили достаточно как-то разделенно если можно так сказать у нее была своя компания своя почему-то три года были таким серьезным препятствием а с сестрой полиной мы как бы сказать мы вот настолько единый организм что тут вот это как не два человека скорее как один поэтому вот как у человека самого с собой бывает проблема так и у нас я знаю что полине как минимум раз приходилось вас заменять когда вы заболели в театре а вам приходилось полину да нет пока что слава богу есть есть такие роли которые сыграла ваша младшая на 20 минут она же младше такие роли которые вы думаете что лучше бы достались вам ну такая завидная какая-то вот роль вы знаете нет почему-то мне никогда такого в голову не приходило потому что у меня тоже много хороших ролей и поэтому что мне смотреть вы очень похожи как как мне кажется но я так понимаю что вас различие фоменко вас различал бы я насколько поняла самого начала вы живете у петра наумовича до учились сейчас я расскажу петра наумович конечно когда мы поступали в гитис мне кажется он сразу понял что мы разные природы разные актерские но все равно он путал нас путал таки да да и часто он делал мне замечания обращаясь как полине по какой-нибудь работе про спектакль и мне было жутко неудобно ему говорит что я не полина я ксения поэтому я все выслушивала а потом передавала полине ну и она то же самое кстати вот фоменки давить всех выпускников фоменко так и называют фоменки да вот я так понимаю что есть такой сленг вот почему все фоменки они просто мне кажется я употреблю глагол страдают вот от этого какого-то чина почитания какой-то культ личности мне кажется больше не было у нас преподавателей в обозримую эпоху которые внушали бы своим ученикам такого масштаба пиетет смешно вы говорите ну во первых мы не страдаем и счастливы так во первых во вторых он не внушал а просто назад это такой масштаб личности что не только ученики но и вообще люди кто просто общался с петром на ум чем хорошо понимали гениальность этого педагога режиссера человеческий масштаб поэтому тут детства было некуда ну вам же даже не с кем сравнивать вы же не учились у там я не знаю олег паучи табакова допустим вы же вы же не можете и не надо зачем сравнивать вы что мне кажется что вот парфоменко всегда все вот выпускники говорят ну так восторженность таким таким прямо ну я вот даже не могу точно подобрать это хорошо вот так смотрю а вы не знакомы с петром навычем нет поэтому удивляетесь но я опосредован знаком с реакцией на его что что-то в его методах отличается от методов работы других педагогов конечно я имею ввиду как педагога да 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 и что это он вам отец родной да да ну он сформировал многих всех меня в том числе вот я пришла к нему 16-летняя почти белый лист и он написал многое хорошего мне кажется у вас вообще в принципе есть я уже не буду употреблять я понял что вы реагируете на глагол страдать как негативную коннотацию видеть я объясню почему я немножко так удивилась потому что глагол страдать это вообще не относится к миру фоменко вообще никак то есть у него он человек возрождение актера актера у него не страдают не там скорее есть восторг и счастье вот эти слова ближе к этому хорошо тогда я понял значит восторгаться скажите вас есть вот то что у многих есть особенно актрису актера в меньшей степени такой вот априорный восторг перед режиссером вообще вы когда работаете с режиссером вам обязательно надо его ну уважайте восхищаться и любить да надо но вы знаете это вот такую хорошую тему сейчас затронули я немножко подольше на не задержусь нас учились мы на режиссерском факультете гитиса актерско режиссерский поэтому нас как бы воспитали так что есть режиссер который который творит спектакль и мы актеры инструменты в руках режиссера поэтому для меня если мне режиссер что-то говорит это закон я должна это выполнить но просчитав рядом с петром наумовичем и проработав с ним в таком количестве спектаклей очень трудно теперь найти режиссера который был бы мне также интересен и также неожиданным давайте только мы поясним для зрителей что когда вы поступали вы к нему вы даже не знали этого имени вы совершенно случайно оказались до упоминка я почему насчет вот этого пиетета году вас такие вот не подбешивает что у вас время тема сестры всплывает сейчас мы говорим о петре наумович я видел передачу замечательную встречи со зрителями творческие черепы присутствовали в зале в качестве зрителя канал культура да да на канале культура совершенно верно вот и а там задавая вопрос сестре до про ее знакомство с первое знакомство с ее супругом режиссером она тоже замужем за режиссером собственно как как и вы да вы его называли по имя отчеству и она говоря о своем супруге тоже называла по имя отчества вы своего мужа я вам этот же вопрос задам который вы задавали полиной вы своего супруга по имя отчества называете нет нет но я хочу сказать по лину тоже мне кажется не зовет где балифича по вакония до нет я имею ввиду не в быту а вот допустим в формате интервью беседа журналист да ну нет он Серега, он и есть Серега, мой муж Сережа, вряд ли я. Я этот же вопрос задам, который вы сестри задали. Вы помните, когда вы познакомились, когда вы первый раз увидели Сергея Юрьевича? Нет, первый раз не помню, я сейчас расскажу, как это было. Это было очень странно. Я училась на втором курсе. Сережа, мой муж Сергей Юрьевич, мне даже стало интересно, попробую его называть. Сергей Юрьевич учился на высших режиссерских курсах в мастерской, сейчас я вспомню, скажу. И он пришел к нам на экзамен снимать видео наших работ, отрывков. И он снимал, как мы с Полиной играли отрывок двух дам из «Мертвых душ», приятный во всех отношениях, и просто приятный дам. И у меня даже до сих пор сохранилась эта видеозапись, как он снимает нас. И он так иногда заглядывался, что камера у него опускается, он снимает пол. Так ему было интересно смотреть. Вот это была наша первая встреча, первое наше знакомство. Потом он меня позвал сниматься у него в курсовых работах, в дипломных. Ну, вот так. Каково это работать? Ну, это такой стандартный, ожидаемый, я надеюсь, вопрос, каково работать с мужем-режиссером. Вы, когда на площадке, забываете о том, что это муж, или вы помните, вы держите это в голове? Вы знаете, это очень сложно работать с Сергеем Юрьевичем на площадке. Я думаю, это скажет любая актриса, потому что дистанция короткая, маленькая, а нужно держать большую. Это трудно. Я читал в каком-то из изданий, что или вы, или Полина, я уже сейчас не помню, либо обе не любите, когда вот ищут вот эти десять, найдите десять различий, поскольку вы близнецы. Тем не менее, вот немножко около этой темы. Вас совпадают вкусы, я знаю, что у вас вкусы на музыку, допустим, литературу не очень, да, схожие с сестрой, с Полиной Павловной. Почему? Я думаю, похожие. Значит, в той публикации немножечко там приукрасили. А вот вкусы на мужчин, допустим, вам нравились одни и те же, допустим, ну типаж, я не говорю, что одни и те же мальчики, но типаж у вас общий, мужской? Режиссера. Если можно сказать. Ну, нет, ну, можно сказать. Ну, допустим, а вам супруг Полины нравится как мужчина? Ох, какие вы вопросы задаете. Вы можете не отвечать. Не буду. Нет, ну это же, вы сразу в этом видите что-то. Ну как я буду? Это член моей семьи, это мой родственник. Достаточно. Хорошо. И чтобы уже просто, надеюсь, что мы не будем уже возвращаться к Полине, последний раз ее помянем, она, опять же, я читала. Нет, я могу с удовольствием поговорить о нем. Нет, я читала, что она не хочет, чтобы ваша племянница, ее дочь шла по вашим, или по ее стопам, ну, в профессию. Что касается ваших детей, сына и дочери, вы их видите в профессии? Вы знаете, я бы, конечно, не хотела бы, конечно. Но, например, когда я смотрю на свою дочь Лиду, она очень, мне кажется, артистична. Но я бы не хотела. А вам нравится, когда вас узнают на улице? Ну, так. Ну, как? Ну, как-то, нет, я, конечно, очень стесняюсь и не нравится, но так, где-то там, мне, конечно, это приятно. У вас разные ощущения от коммуникации, допустим, со зрителем в театре, это очевидно, и со зрителем гипотетическим, когда вы снимаетесь на площадке, да? Вы понимаете, что вас будут видеть миллионы, ну, в телесериале, допустим, но это разные ощущения работы? Да, да. И поэтому, честно говоря, театр я люблю больше именно из-за зрителя, потому что это непосредственный контакт. И это немножко наркотик, я думаю, вы это знаете. Насчет наркотиков, да, я кое-что, кое-что не знаю. Нет, я не думаю, что это энергия, которая возникает. Кстати, здесь интересно сразу, следующий вопрос рождается, а общение с камерой, допустим, когда вы снимаетесь для какой-нибудь телевизионной работы, как актриса, и общение с камерой вот сейчас, допустим, вот в формате беседы с телевизионной, с журналистом, это разные ощущения, или вы тоже в образе? Я сейчас? Да, я спрашиваю. Да не дай бог. Почему вы, а почему вы так как-то, вы считаете, что это плохо, когда человек в образе? Вы считаете, что люди не должны, что это разве не социальная вообще функция людей быть всегда в той или иной маске? Ну нет, конечно, вы правы, но я думаю, это тоже многим актерам свойственно. В театре уже так много играешь, что в жизни ценишь подлинность и настоящесть, если можно так сказать. Вот мы с вами упомянули сериал, да, в котором вы играли психоаналитиком. Он очень камерный, потому что я просто, поправьте меня, если я заблуждаюсь, там строилось так, что три или четыре выпуска вы как психоаналитик беседуете со своими пациентами, а потом четвертый или пятый вы уже приходите к своему. К супервизору, да. Психоаналитику. То есть это очень интересная схема, очень сложная работа, поскольку там, ну, собственно, на диалоге построено. И мне было очень интересно это смотреть. Я после этого стал и оригиналы искать, и отсматривать. А доля была маленькая. Вот доля телевизионной была значительно меньше, чем, ну, вот мне бы, условно говоря, хотелось. Вот, ну, вот, то есть, потому что мне кажется, что эту работу должны были смотреть. Ну, вы знаете, ее сейчас показывали по понедельникам, по-моему, на ТВ-3 с утра показывали. В повторах, да, она идет. Моя мама мне писала такие сообщения восторженные, потому что ночью она не могла это посмотреть. Я вот тоже, я же вовторю, что неудачный слот был выбран, что надо было днем, на самом деле, показывать. Ну, это не ко мне. Ой, напомните мне название сериала. Без свидетелей. Без свидетелей, совершенно верно, без свидетелей. Я к чему это подвожу? Для вас вообще важно, ну, рейтинг, сборы фильма, рейтинг телепередачи. Потому что в театре там, понятно, реакция, вы сразу вот это вот, вы увидели, сколько человек взяли, вы сразу взяли вот это, отдали что-то и пошли домой. А вот здесь, когда вы снимались, допустим, про территорию мы говорим, вы снимались, съемки были очень сложные. Я беседовал с продюсером, да, и в очень жестких бытовых условиях, там было холодно, воздрали северные медведи. Ну, да, я не была там, в экспедициях нет, я не смогла. В экспедиции не участвовали? Там же, ваше героиня, по-моему, общается там в каких-то северных интерьерах. Это снималось? В полимеонах, это была обратная проблема, это было очень жарко, душно, потно, было невыносимо. Я думаю, не менее тяжело. Ага, вот он, вот он обман, кинообман. Я был уверен, что вы всю эту горькую чашу выпили вместе с группой. Но вопрос не об этом, а для вас существенно вообще, вот, ну, допустим, про конкретно, про территорию говорим. Да. Вы интересуетесь сборами фильма, как он идет, как его смотрят, или вас интересует только отзывы коллег, критиков и профессионалов? Да, почему-то меня не интересует сборами. А? Не интересует меня сбора, нет. А мнение Сергея Юрьевича, он высказался, ваш супруг, допустим? Конечно, это вот главное для меня, отзыв супруга, прям это самое волнительное. Ему понравилось? Да. Будем считать, что это главное, что ему понравилось. Вам понравился? Он прелестный. Котик. Это она. Заберите Алису, я боюсь ее... Элис? Элис, да, Элис оставит здесь, потому что она такая шустрая, что мы ее потом не найдем, мне кажется. Так, мы переступаем к финальной части нашей передачи. Ну давайте, у меня сразу к вам предложение. Да, давайте. Давайте не будем играть. Нет, сейчас объясню. Ну какие-то правила я просто видела, всем вы задаете эти вопросы, они повторяются, мне кажется, уже зачем. Давайте нарушать правила, если есть правила, то... Давайте нарушать правила, давайте мы сделаем так. Я понимаю, что вы не хотите отвечать, но непонятно какие вопросы. Нет, совсем не в этом дело. Нет, я понял. Вы меня не дослушали. Нет, давайте я вас дослушаю. Давайте поменяем правила игры. Да, я буду отвечать на... Давайте, либо вы будете отвечать, либо я просто вам задам какой-нибудь вопрос. Да, давайте, задайте мне какой-нибудь вопрос. Ну что, правила же для того, чтобы нарушать... Нет, ну давайте все-таки... Ну давайте импровизировать. Нет, давайте мы один вопрос зададим из игры, для того, чтобы вообще полностью не лан... Вы же понимаете, что такой формат. Хорошо, да, давайте мне, я вытащу фишку. Это будет фишка... О, красного цвета. Это самые неприличные вопросы. Это, значит, я какую-то красную карточку набираю. Так, вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Вы знаете, я считаю, что это женская прерогатила. Мне кажется, что мужчины вообще никогда не копаются... Я с вами соглашусь. Да? Вот это же даже, вот помните этот фильм «Девять с половиной недель», когда она там вот вообще роется в вещах. Мне кажется, это в женской природе вот такое вот... Любопытство? Да. Гусаров и женщин ведет любопытство? Я это не слышал, откуда это... Это Цветаева. Понятно. Есть еще вопросы ко мне? К вам? Да. Ой, ну давайте, я спрашиваю вас о чем-нибудь. Последний, мы выходим на личную прямую. Ну вы хотите что-нибудь о профессии или о личном? Давайте, а то мы о другом, в одном вопросе. Да, давайте. С вами интересно, с вами. Давайте так. Ну вот вопрос правды. Вот вы общаетесь как журналист с гостями. Да. Бывает ли такое, что вы испытываете во время интервью, то есть он выполняет свою работу, как профессионал, вдруг у вас проявляет какая-то серьезная эмоция, будь то отвращение или страсть, любовь. Вы влюблялись когда-нибудь во время эфира? Ну, во время интервью. Я бывал очень очарован гостями, они совершенно вот меня потрясали. То есть я менял картины, например. То есть возможно, возможно так, что... Возможно, что общаясь с человеком на работе, вы во время интервью вдруг начинаете терять какую-то дистанцию, начинаете интересоваться человеком больше, чем того, кто... Да, вы, наверное, подводите к тому вопросу, который вас смутил. Какой? А вас ни один мой вопрос не смутил? Нет. Вот все-таки мы заканчиваем вообще тем, что я дарю вот эту книжку вам. Это 24 кадра, правда, про женские истории. Здесь собрана беседа с моими коллегами. И вот я прошу обратить внимание, что мы начали с того, прониклась Ксения работой и прихватами журналиста, работая на фильмом «Территория». Сейчас в финале передачи мы с вами увидели, что так и да. Так и да, Ксения абсолютно профессиональный мега-журналист. Все у нее получается. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok